Раз в год на ринге наступает полный хаос, но именно в этом хаосе заключаются равные условия для всех. 30 рестлеров сойдутся на ринге, чтобы выявить одного победителя, того, кто получит право бросить вызов чемпиону, того, кто поднимет над головой кубок, кубок победителя. Кубок президента. Продолжение следует. Продолжение следует. Это Антон Дерябин. Почетное, конечно, место, но такое труднопочетное, потому что если выиграть кубок, выйдучи под номером один, то это считал, что выиграли его вообще вдвойне, втройне. Антон Дерябин, конечно, выходит в полной решимости. Более того, в своем интервью он говорил, я не буду дожидаться скопления многих рестлеров, я буду выкидывать их один за одним. Итак, со второго по тридцатый номер. Посмотрим, справится ли он с такой нелегкой задачей. Антон Дерябин стал участником под номером один благодаря подлости, вмешательству в этот бой с «Вулканом». Но он даже в этом видит перспективу. А вот и участник под номером два. Все тот же незабвенный Ложкинский трактор «Петруха», который после длительного перерыва появился месяц назад. Он сейчас выступил неплохо, я считаю, кстати, выступил в бою против «Красавчика». Ну и недавно мы увидели, как он помог отстоять своему другу Васе Штырю. Так, ну а что же, теперь он сможет сделать против народного чемпиона Антона Дерябина. Закидаем шапками, называется. Вот и все, что он может сделать против Антона Дерябина. Снимаешь шляпу, так сказать. Да, послушайте, ну, по-моему, это рекорд нашей федерации по нахождению на ринге в таком виде матча. Да. Ну что ж. Заиграла музыка всем известного кувалда. Кувалда резво вырывается на ринг и тут же резво натыкается на удары от Антона Дерябина. Обмен ударами. Кувалда, кстати, я считаю, очень неплохо себя проявляет. Тоже в полете. Да, мощно вот так подбросил сейчас Антон Дерябин. Нет, у кувалды это какой-то, там, третий или четвертый матч после триумфального возвращения в сентябре месяце. Я думаю, что кувалда очень неплохо себя проявляет. Вот посмотрите, он вбрасывает Антона Дерябина в угол и начинает запрессовывать его своими ударами. Бум, какой мощный в челюсть. В челюсть бьет кувалду. И я заметил, что Антон Дерябин в последнее время начинает все больше и больше набирать обороты. Антон Дерябин всегда имел эти обороты. Ничего себе! Родословная! Сразу, нежня, просто в упор проводит родословная кувалда. Да, и между прочим, кувалда сейчас имеет все шансы. Пока Антон Дерябин не смог оправиться после этого, безусловно, жесткого приема. Что и пытается делать кувалда. Он выбрасывает Антона. Антон, как может, сопротивляется. А у нас появляется... Участник под номером 4. И это Рейв. Как-то он... Мне не нравится такой настрой. Разве с таким настроем можно выиграть такой матч? Так, ну вот, по крайней мере, начинаются резвые удары. Ой, чоп! Атака чопами. И удар в голову! Удар в голову, решил все. Показал, кто здесь хозяин. Так, так. Рейв не хочет никакого слэма в свой адрес. И спиннинг-хилл-кикс проводит Рейв в кувалде. Так, что Рейв нет? Рейв продолжает атаку. Вот этот вот такой новоявленный прием, который он опять-таки интродюсировал. Ну, то есть, представил на, по-моему, в прошлом чемпионате опасные зоны КПК, да? Да, да, да. Ой-ой-ой! Рейв держится! Кувалда разбегается! Бум! Рейв выбыл из матча! Вы можете поверить! Вот такое короткое появление на ринге. Да, обидно. А тем временем у нас пятый участник, бывший участник группировки «Молодые таланты» Иван Коротков. И сразу нападает на здоровяка Артона Геряблина. И сразу получает от здоровяка куванды. Да, у Короткова, конечно, безусловно, есть потенциал. Вот, пожалуйста, он это просто прямо сейчас демонстрирует. Это был прием-поворот судьбы, да? Я узнал его. Но, так, какой-то такой комбо из удара коленом в челюсть. Тут же этот самый шейлон, по-моему. А вот здесь, вот где нужна хорошая физическая и силовая подготовка. Потому что, конечно, перебросить просто так кувалду. Я уж не говорю про Антона Дерябина. Остается только пока что, так сказать, пытаться удерживать инициативу с помощью ударов. И ждать, пока на помощь, может быть, придет кто-нибудь еще. А кто у нас будет еще? Потому что пришло как раз время шестому участнику. Шестой участник. Это никто иной как. Это у нас Олег Лешин. Олег Лешин. Тяжелый артиллерии прибывает. Не торопясь. Улыбающий выходит Олежка Крингу. Как бы говорят. Ну что, именно меня-то вы все и ждали. Там пока что у нас Коротков никак не может сладить с кувалдой. Антон Дерябин как бы берет, немножко отдыхает, пользуясь тем, что борцы уличны друг другом. Олешин начинает прессовать обоих. И двойной клоузлайн сразу обоим противникам в угол. Так, ну Антон Дерябин понял, кто это самый опасный. Начинает выкидывать, начинает пытаться перекинуть, точнее, через верхний канат кувалду. Олешин занят Коротковым. И, по-моему, Короткову сейчас не поздоровится. Посмотрите, как он реверсирует. Пытается атаковать. О-о-о! Бодаряк разделывает Олег Лешин. Да, и Олег Лешин пытается избавиться от Короткова. Коротков цепко держится. О-о-о! Посмотрите! Ой, удар промеж ног, но это матч без дисквалификации. И ничего другого от Михаила Вахнеева, участника по номерам всем, ожидать не стоило. Вот это да! Вы посмотрите. Это у нас второе, да, удаление в этом матче. И кто бы вы думал, один из самых перспективных, мощных борцов, вот среди всех пока-то появившихся, Лешин. И кто его удалил? Вахнеев. Так, ну здесь каждый сам за себя. Посмотрите. Кувалда как бы извиняется, потому что один против двух, конечно, лучше не рисковать. И они все троем объединяются. Они запускают кувалду в Антона Гелябина. Ну, для них, по-моему, это единственное правильное решение сейчас. Так, Каратков промахивается. А вот Михаил Вахнеев попадает по нему своим спиннинг-хилл-киком. Достаточно резко, но попадает, попадает. Так, ну что ж, потихоньку у нас все-таки хотя бы уже четыре участника на ринге. И приходит время, приходит время следующего. Восьмого, восьмого по счету. И это, вот, действительно, вот еще один, как бы так, перспективный, малый последнего времени. Серж Салливан. Такое ощущение, что борцы, хотя я в этом их понимаю, они так особо не обращают внимания на вновь появляющихся. А Серж Салливан этим пользуется. И сносит Вахнеева дропкиком с верхнего каната. Именно с таким дропкиком он и просиял в прошлом своем матче, когда он снес Хэй-Хэй Вулгана. Ну, точнее, не в матче, а то, что было в конце последней опасной зоны. Да, такая затравка перед самой Калерской битвой. Но, посмотрите, сейчас Салливан находится в очень опасном положении. Кувалда, по-моему, сейчас его пытается сбросить. Хотя нет, отходит, видимо, для того, чтобы... Чтобы наткнуться на ногу Салливана. Да, уж. Так, Вахнеев там пытался разобраться с Коротковым тем временем. А Антон Дерябин снова вступает в матч. Пятеро участников на ринге. Кувалда выбыл, между прочим, тем временем. Антон Дерябин удалил кувалду. И к нам присоединяется девятый участник Королевской битвы. О, ничего себе тяжелая артиллерия. Вот уж действительно, дорогие друзья. Кто бы мог подумать. Бо продолжается в самом разгаре. Событие разворачивается с катастрофической скоростью. И лысый дядя Большой Праведник раскинуть одного за три. Да, даже будучи за канатом, он уже вносит свою лепту в этот матч. Ой, посмотрите, хэтбат Антона Дерябина попадает прямо по носу. Пытаются, объединив усилия, Салливан и Коротков действует против Большого Праведника. Дропкик не сработал. Теперь они его пытаются запустить в канат. Вот это да! Войной гарпун! Да, вот это да! Вот действительно срубил, так срубил. Так, и в окне его, по-моему, сейчас может не поздоровиться. А Коротков тем временем пытается удалить Сержа Салливана. Так, посмотрите, Большой Праведник удаляет Салливана и Короткова, и Антон Дерябин, и Михаил Вахнеев удаляет Большого Праведника. Смогут ли они? Да! Они выкинули его. Так, Макс Кримми на ринге, и посмотрите, Макс Кримми как бы встает на сторону Антона Дерябина. Они вместе против Махнеева, но тут же Махнеев реверсирует в Кримми, и Дерябин начинает получать от обоих. Макс Кримми, насколько я помню, это ветеран в Роднезависимой Федерации Ресселли. Ой-ой-ой, посмотрите, двойная лага продолжается! Мощнейший двойной суплекс! Да, походу, пройти не занимать у Макса Кримми. И Макс Кримми как бы радуется этому, предлагает Вахнееву продолжать двойную работу! Что это такое, а? Ну как это называется? Это называется каждый сам за себя! Нет, ну я, конечно, понимаю, ну вот от кого, от кого, от Макса Кримми такого вероломства я, между прочим, не ожидал. Ну я, к сожалению, не довез, мне еще осталось тут с Максом Кримми, но все еще... Ой, вот это знаковое появление! Это же Кринго! Посмотрите, как он раздобрел за это время! Он так же, как и Макс Кримми выступал с 2003 по 2006 годы! И, между прочим, противостояние этих двоих никогда не заканчивалось, потому что они оба из Жуковского, им обоим тесто в своем городе! Один такой брутальный уличный драчун, это Макс, это, извините, Гринго! А Макс Кримми это такой потомственный спортсмен-летеран! Домкрат только что делает Гринго Кримми! Да, интересно, что же, как же он так ему делает? Посмотрите, он выкидывает его, но... Но, но, но! Не через третий канат, а между третьим и вторым! Это удаление не считается выбыванием из матча! Так, смотрите, Гринго только что неслабо отвесил Антону Дерябину! Да, к Римме возвращается, как и следовало ожидать! Но! Но похоже, что ненадолго! И снова удаляется! Ну, что за что? В этот раз уже по-нормальному удаляется! В этот раз через третий канат! Да, так... Да, Макс Кримми, конечно, я думаю, не простит этого Гринго! Клоун Федя! Адский клоун Федя! Давно его, кстати, не было видно тоже! Да, и адский клоун Федя сразу начинает получать от Гринго! Этот Гринго прям в ударе какой-то сегодня! Так, по-моему, сейчас последует... Бульдог! Последовал бы, если бы Макс Кримми из чувства мести не схватил Гринго за ногу! Вот как бы, да, участника как бы на ринге уже нет! А он влияет на ход матча! Ну, что это такое? Это уже играет роль немаловажных факторов! Ничего, посмотрите! Вот как бы удалил клоун Федя сейчас Гринго! Ну, удалил бы он Гринго, если бы Макс Кримми активно не тянул Гринго за голову и за ханата! Да, так сказать, с помощью... С божьей помощью удалось! А вот сейчас клоун Федя решил не рисковать! Он как бы вызвал огонь на себя сейчас со стороны Антона Дерябина и Михаила Вахнеева! И взял! Да, и взял тайм-аут! Потому что понял, конечно, что если они сейчас вдвоем на него обозлятся, то у него шансов никаких! Так, а тем временем на ринге входит следующий участник! Это Фредди Мартелло! Резвый парень, занимающийся КПР-ой! Да, вот в незавидном положении оказался Фредди Мартелло! Все внимание как бы на него! Потому что на его месте только что был клоун Федя! Клоун Федя убежал, вот один сидит и смотрит себе на стульчике рядом со зрителем! Так, и что происходит? Трабелл Инпередайз не получился! И это лучший дебютант прошлого года! Да, борцы некоторые прям очень недолго, так сказать, держатся в этом матче! А вот сейчас в незавидном положении Антон Дерябин! Против него объединились клоун Федя и Михаил Вахнеев! Так, все как быстро меняется! В одну секунду Антон опадник, а в другую твой оппонент! Да, Антон Дерябин цепко держится за нижний канат! Ему нельзя, нельзя сейчас свалиться! А иначе все будет не так, как он обещал! Пока-то он, ну не совсем, ну, посмотрите, Антон Дерябин! С первого номера уже там, какой, десятый или в какой? Я не знаю, с чего ты взорял! И до сих пор держится, держится! И... Лестер! Лестер! Так, что же скажет Лестер? Так, блок и тут же крученый шеелом в Ахнееву, но атака длилась недолго, потому что Федя отвечает суперкиком! Достаточно такое короткое... У-у-у! И опасный... Опасный обратный суплекс прям на шейную часть... На шейное позвонок! Полный Федя, который, возможно, и... Сломался? Нет, не сломался. О, вот смотрите, неплохим ударом колено встречает Вахнеева Лестер. И синтан, синтан бомб от клоуна Феди. Адский синтан бомб от клоуна Феди. Так, и они вдвоем с Лестером пытаются выкинуть Михаила Вахнеева. Так, и звучит музыка. Медбрата Димы. Да, звучит музыка медбрата Димы. Антон немного отдыхает. Клоуны Лестер пытаются выбросить Вахнеева. Медбрат Дима встречает Антона Чопове. И все его начинают встречать Чопове. Антон отвечает им. Антон Дерябин один против всех называется такой вид матча. Но, конечно, Антона Дерябина Чопове не возьмешь. Даже Вахнеев пытается, так сказать, использовать свою силу в этих Чопах. Все, от всех практически отбился. Антон Дерябин посередине. Готов, готов. Готов сражаться. Но если все против него объединят усилия, то ему будет очень не сладко. Еще 10 минут. Хептоса медбрату Диме зашвыривает его прямо в конец ринга. С одного конца в другой. Так, Клоун Федев, кажется, удален. Да, Клоун Федев удален из матча. Да, и, по-моему, и Антон Дерябин удаляет. Да, медбрат Димов идет вслед за Клоуном Федев. Да, но там продолжается борьба между Антоном Дерябином и Михаилом Вахнеевым. Вахнеев, я смотрю, тоже очень серьезно настроен на победу. Но я полагаю, что шансы его не такие уж и высокие. Леск, кстати. Ой, каким, как неожиданно Антон Дерябин приземляет Вахнеева промежьем, межножьем на ринг. То есть на канат и добавляя ему Биг Бут избавляется. И тем самым Антон Дерябин остается один на этом ринге, как он и обещал. Но впереди еще, это еще только полстроя. Он прошел сквозь полстроя, а, конечно, это уже говорит о многом. Посмотрите, как он устал. Устал, конечно, ведь такие ребята. Вахнеев был достаточно близко к тому, чтобы удалить Антона Дерябина. И вот Вахнеев удаляет с ринга и с Залан. И выходит следующий участник. Это никто иной, как Ронни Кримсон. И его тоже Антон Дерябин встречает ударом в челюсть. Ну, Кримсон, конечно, вот чувствуется разница, потому что свежие силы прибыли. Так, любимый дроп-тикер Ронни Кримсон одной ногой. Да, Антона, может быть, срубить-то можно в таком состоянии. Но как его поднять и выкинуть через третий канат, вот это, я думаю, с этой задачей Кримсон вряд ли справится. Торнадо ДДТ проводит Ронни Кримсон. И я думаю, сейчас просто бессмысленно заниматься Антоном Дерябином, потому что он... Нет, Антон Дерябин поднимается. Ронни готовится к атаке. Он придает ему ускорение. И ничего себе, оверхед, бели-ту-бели. Да, вот это экстремальный просто бросок. И это дает Антону какое-то время, чтобы опять-таки... Да, Антон, сейчас самое главное, это находить какие-то моменты, чтобы устанавливаться. Может быть, пускай уходить от прямой борьбы. О-о-о. Кто это уходит к Криму? Я что-то не... Это, между прочим, Егор Газаев. Но самое главное, что это резко понижает шансы Антона Дерябина, потому что... Посмотрите, кстати, в какой форме отличной физически находится Егор Газаев. Потому что это же напарник, кроме Кримсона, по команде Брагинские отморозки. Вот, пожалуйста. Да, все. Это уже двое против одного. Какая опасная серия. И... О-о-о, совершается клоуз-лайном с подсечкой. Да, СТО, я бы даже сказал. Ну вот. Вдвоем, конечно, у них шансов уже гораздо больше выбросить Антона Дерябина. О-о-о, вот это, да... Такой кик в затылок, плюс обратное СТО от Рони Кримсона. И, кажется, они собрались покончить с Антоном Дерябину и выкинуть его через третий канал. Но я думаю, у них это не получится. Ну, вот тут уже трудно сказать, получится или нет. Так, а не получится это у них, потому что на помощь Антона бежит его напарник. Слава не скубит. Как вот на случай, удачный случай, подумал, что Слава попался в недалекий номер от Антона Дерябина. Ну, как бы. Да, не успел только обернуться Рони Кримсона тут же получил гарпун. И вот это уже превращается в командный матч. Только что был один броник-двух, гандикап, теперь уже командный. Смотрите, этот самый Егор Газаев в падении ударяется о броне Кримсона. Да, зацепляется головой, ударяется. Публика предвкушает, что сейчас Антон Дерябин и Слава не скубят. 3D, 3D показывает. Да, недавние новые чемпионы в парных боях. Теперь они вдвоем отогонят Газаева. И 3D. Егор Газаев в ауте. По-моему, секунды Егора Газаева в этом матче сочтены. Посмотрим, так ли это. Да, да, видимо, недостаточно был готов Егор. Так, а мы встречаем кого бы то ни было из раненого гладиатора. Гладиатор после того, как мы помним, бутерброда из его самого и Ивана Громова после получения каруселя удачи от Антона Дерябина повредил плечо. И вот все-таки с травмированным плечом, все-таки вот они тоже бойцовские качества, все-таки как к нему не относись, но он вышел на ринг. Как он будет, правда, драться с одной рукой, я не представляю, но он атакует. Он будет драться одной ногой. Так, секундочку. Это обман. Это был обман. Какой вероломный гладиатор. И тут же, и тут же просят о пощаде, видя, что Слава Нискубин идет к нему в прямую атаку. И Антон Дерябин. Да, тут Кремсон подвернулся, как бы, во благо гладиатора, но тут же он начал получать от Антона Дерябина. Все разобрались по оппонентам и ведут такие отдельные бои. И на ринге начинает опять прибавляться количество участников. И еще один появляется. Это Алексей Угрюмов. Угрюмов начинает раздавать Тумаков налево и направо, правильно. Да, как-то хаотично. Уж точно он действует. Ну, в общем-то, выбрать Славу Нискубина достаточно правильно, потому что он один из самых малогабаритных сейчас на ринге. И это значит, что проще всего будет от него избавиться, если, конечно, кто-то тебе в этом не помешает. Вот, Слава Нискубин уже больше, чем на 50% за канатом. Здесь получается, что на помощь Славе перешел гладиатор. Оказывается, гладиатор не так уж и плохо. Ну, в данный момент, может, не так уж и плохо. Да, а вот опять все меняется. И, ох ты, гладиатор сдаёт пинки налево и направо. Да, показывает, что эта тряпка ему уже не нужна. Он и так достаточно себя уверенно чувствует. Кто же выйдет в следующий? Следующий участник, никто не знаю, как Константин Лопатка. И он резво, резво начинает атаку. Раскидывает одного, второго и станцует. Его известный удар. Казалось бы, за что? Чем ему так не угодил Антон Дерябин? Неужели он до сих пор держит на него зло за проигрыш в феврале 2008 года? Возможно, возможно, остались какие-то недосказанные пожелания Антона Дерябинова, и они сейчас взялись. Так, теперь, по-моему, Лопатка всерьез взялся за Славу Нискубина. Почему-то все пришедшие хотят выкинуть именно Славу. Ну, я же говорю, потому что он один из самых легких и малогабаритных. И вот что этот легкий и габаритный показывает всем. Так, получает Лопатка дропкик. Кримсен теперь начинает получать от Угрюмова. Так, нет, немножко тоже... Вот сейчас явная была попытка выкинуть Лопатку. А у Лопатки Славу Нискубина опять не получилось. Так, и к нам уходит еще один участник, многообещающий. Саня Панков. Да, действительно, борец, идущий явно по-восходящей в последнее время. Ой! Усеченная бомба, как он его называет, Панки Хой. Нет, Панки Хой это другое. Да? Да, это копочка-дробитель такой какой-то. Панки Хой, если будет, покажу. О, неужели? Ничего себе! Парень зажегся. Двойной стандарт проводится на самом Панке. Да. Гладиатор даже не решается туда и близко подойти. По-моему. Видя все это. Так, начинается месиво. Антон Дерябин там дотаптывает, по-моему, у Грюмова и Антона Дерябина. Так, попытка выкинуть Лопатку. Саня Панков выкидывает. Пока нет, пока нет. Лопатка держится. И Станнер за канатами, и Лопатка выбывает из матча. Да, такое двухступенчатое удаление. Станнер от Гладиатора. Гладиатор показывает Панкому, что твои приемы я и сам могу делать. Собственный прием. Да. Всем не дает покоя вот этот Панковский Станнер. Алексей Щукин тем временем готов вступить в этот бой. Так, и не успевает Панков Станнер. Он получает правой. Кримсон получает такое то ли клоуслайн, то ли удар по шее. Ну хотя, в общем-то, что одно другим и является. Ой-ой-ой. Раскрут. Хрясть кататоник. Щукин не встал вмешиваться. Здесь видно, что как-то пытаются вдвоем действовать. Неужели? Вот это да. Очень жесткое вылетание. Очень жесткое ударение. Потому что из положения Милитари СРМ, то есть в двух метрах над рингом был Слава Нискубин. И он очень сильно ударился. Но вслед, представляете, вот сейчас только что был удален Гладиатор. Да. И тут же на ринг выбегает следующий участник. И это Железный Волк. Он не выбегает, он так вальяжно пока что идет. Вот, освобождается от ненужных предметов одежды. Так, а нет, Гладиатор-то не удален. Оказывается, он просто, я вот увидел его за рингом. Вот это да. Вот это бомба. Гладиатор все еще на ринге. Поэтому у нас сейчас Джек Хаммер, Щукину. Поэтому у нас сейчас шесть борцов, как у него на ринге. И берется за Ронни Кримсона. Проводит еще одну бомбу. Вот это да. Экстрематор. О, и суперкик от Гладиатора. Хорошо подловил Железного Волка. Так, Гладиатор отступает. Так, Кримсон пытался делать свою кремацию. И Ронни Кримсон выбывает из матча. Да, при помощи Гладиатора. Гладиатора только что падает в Щукин. Но на Щукина нападает некий-то его союзник. По некоторым матчам Железный Волк. Но здесь, как известно, каждый сам за себя. Здесь союзы, если есть, то они очень недолговечны. Так. Так, а вот и Железный Волк убывает из матча. Шукин с Угрюмовым убирают Железного Волка. Так, Шукин пытается избавиться и от Гладиатора. Тем временем его напарник получает от Васи Штыря активно. Атон Дерябин пытается восстановиться. Саня Панков, по-моему, занят тем же самым. Так, Угрюмов теперь более чем на 50% за верхним канатом. Штырь принесли с Угрюмовым. Вот так, Шукин что-то как-то отвлекся от Антона. Перешел опять затапкивать Гладиатора. Да. Но вот сейчас у Шуки, у Угрюмов есть все шансы вернуться. Правда, опасно. Вот такие возвраты через верхний канат. Но сейчас все-таки успешно получилась вот эта атака на Штыря в прыжке. Шукин просто затрамбовывает Антона Дерябина. Затрамбовывает просто на ура. Ну что, кто там у нас на очереди? И следующий в королевской битве это Локомотив. Но сейчас кому-то станет на ринге туго. Потому что Локомотив со свежими силами. Да еще и злой после проигрыша Рону Кринсену в первом открывающем матче этого вечера. И раздает он всем подряд. Есть! Чикен Винг ДДТ Панкову. После этого, по-моему, можно было запросто его перекилать. Пронимается за Угрюмов. И он хочет сделать бомбу. Но у него не получается. О-о-о! Да, Угрюмов пытался использовать канат в свое спасение. Но не очень-то у него это получилось. Бомба. Локомотив пытается что-то объяснить Панкову. Но, по-моему, он собрался удалять Щукина! Да! Хотя и пытался, видимо, остановить этот полет Угрюмов. Но, конечно, в этом не было никаких шансов. Но у него не получилось. Надо было хотя бы как-то встачивать на кромку ринг. И тогда, наверное, можно было бы своим телом, так сказать, встать как стеной. Так, Илья Малкин, которого мы не видели на последнем чемпионате. Но который, тем не менее, полон решимости, как мы слышали, выиграть в этом матче. Дидидиди Докомотиву, с которым у него давнее противостояние. Тут же Аркио Панкову. Такое ощущение, будто что-то очень-очень-очень сильное помогает Малкину идти вперед. Несмотря на то, что он не совсем, так сказать, честно наступает в своих матчах. Но здесь он, конечно, уже неплохо привел себя, ворвавшись на ринг, сразу вырубив на какое-то время трех противников. И, похоже, он как-то решил заключить такой союз, некое перемирие с Гладиатором. Свою-свою камень издалека. Так. Вот душа, душа вдвоем, Локомотива. Панкову сейчас очень сильно досталось под печень от Гладиатора. Так, и кто же у нас остался? У нас осталось уже буквально только двое, по-моему, участников. Так, и вот один из них, Красавчик. Красавчик, который так и не смог побороть Штыря. И снова, снова они ввязываются друг против друга. Уже в Хараевской битве. Так. Ой, ну хоть как-то, хоть какое-то отмущение для Красавчика. Он быстро избавляется от Васи Штыря. Суперкик Панкову. А вот Локомотив блокирует Суперкик. И выкидывает Красавчика с ринга. Да, недолго он продержался. У нас, конечно, конечно, это сложный матч. Но что-то как-то в этом году у многих незавидная судьба. Фредди Мартелло, Петруха, Красавчик. Недолго очень держатся они. Так. Суперкс получает банков от Локомотива. Как гладиатор использует такую тактику, что называется Hit and Run. Ударь и убеги. Да, трусишки так делают. Так. И у нас остается последний участник. Последний участник РСК-битвы. И возможный претендент на пояс чемпиона независимой федерации рейтсинга. И это... Да, самый престижный номер и самый убойный борец НФР. Один из самых убойных. Это, конечно, Вулкан. И он чувствует себя здесь хозяином. Все немного напряглись. Гладиатор пытался с ним объединиться. Но не получилось. И Вулкан, я думаю, по... Есть причины, по которым... Вот это, да, жесткое приземление. Малкин тоже попадает, но... Вместо бомбы получает сначала промеж ног коленом, а потом и апперкот. Так жестко добывает локомотива. Банков пытается провести Станнер, но... Вдогонку получает... О-о-о! Немецкий суплекс. Так, Антон Дерябин. К нему пришло второе дыхание. И он входит в открытое противостояние с Вулканом. Это, так сказать, своеобразное продолжение незаконченного матча. И... Неужели свая? Нет, нет. Борется, борется Вулкан. И... Алабама слэм! Да. Так, вот у Антона шансы резко сокращаются. Вулкан подхватывает его на плечи и несет... Вот чуть рукинуть. Несет в краю ринга, да. Антон! Цепляет. Держится одной рукой. Посмотрите, за канат. Другой за голову Вулкана. Из последних сил. И локомотив. Все вместе пытаются выкинуть Вулкана. Они видят. Они видят. А-а-а! Они выкинули Вулкана. Они использовались... Воспользовались этой ситуацией, начало которой положил Антон Дерябин. Он цепко схватился за голову Вулкана. И, так сказать, сослужил не только себе, но и всем остальным хорошую службу. Так сказать, подав пример, как нужно избавиться от Вулкана. Таким образом и Панков делает Станнер Малкину. Последние, последние четыре участника Королевской битвы. Да, и что ж все, в общем-то, по своим борцовским качествам достойны, чтобы помериться с чемпионами. Анну Каренину получает только что Малкин от локомотива. Ой-ой-ой! Каждый обмен... Ой-ой-ой! Локомотив пытался прыгнуть канат, но Антон Дерябин угадал его намерение только что. Так, происходит обмен попытками, реверсированиями своих коронных приемов. И лока-бомба от локомотива Антона Дерябина. Да. Антон Дерябин бай-бай, говорит ему локомотив. И разбегается! И Малкин встречает локомотива! Послушайте, локомотив только что от этого супергика, только что чуть был, не перейдя через канат. Очень была опасная ситуация. Он каким-то чудом удержался. И пытается ответить Малкину, и Малкин выкидывает его за ринг. Да, неожиданно локомотив тоже будет очень сильно переживать по этому поводу. Так, присоединится ли Панков к Малкину, чтобы избавиться от Дерябина? Дерябин опять держится на краю ринга, уже в который раз за этот матч он оказывается в этой ситуации. Да, уже он простоял целую битву, он выдержал от испытания, осталось совсем чуть-чуть. Так, теперь Малкин срубил Панков примерно так же, как до этого Малкин срубил локомотива. Но Малкин выпал, выпал, точнее, под нижним канатом. Он может вернуться в любую секунду. Так, Панков пытался провести бомбу. И сам выбрал из матча! Антон Дерябин выкинул царю Панкова! Так, Антон Дерябин не осознает, что Малкин еще в матче! И Малкин выкидывает Антона Дерябина. По-моему, Антон Дерябин думал, что Малкин ранее выбыл после удара от Сани Панкова. Но нет! Малкин был еще в матче! Антон Дерябин, по-моему, этого просто не знал. Если бы он осознавал это, он повернулся бы. И тогда, кто знает, как бы сложился этот матч. Я думаю, в противостоянии один на один у Малкина было не так уж много шансов против Антона Дерябина. Но здесь все кончилось не так, как можно было предсказать. Просто неожиданный поворот. Поворотный момент. И Малкин становится чемпионом. И Малкин становится победителем Кубка Президента. И претендентом на чемпионом Кубка Президента. Спасибо за внимание, дорогие друзья! Следите за дальнейшими развитиями Внезавистской Федерации Рестлинга. Смотрите Рестлинг. Смотрите Рестлинг. Добрый, добрый, добрый! Следующий бой. Чемпионский бой. Номер пять. Продолжение следует...